Показание в целом имеет историю. Вся церковь впервые. Продолжение следует... Вот, эпик так не любит себя, а защищать правду Божию. Это классическая история. А люди премия стал антиох-эпифан. Иногда мы можем получить хорошие советы по поводу того, как мы можем себя утихомирить перед тем, как высказать все. Когда вы ощущаете, что у вас сейчас волна злости или гнев, она захватывает. Если ваши чувства ранены, и если вы ощущаете, что в эту секунду вы должны что-то сказать, говорите мягко и не отвечайте ничего, что могло бы ранить в ответ. Не говорите ничего, что могло бы ранить в ответ. Притчи, пятнадцатая глава. Притчи пятнадцать один. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Поэтому иногда занимает время, чтобы помолиться и спланировать, как ты будешь отвечать в спокойном состоянии человеку, который тебе что-то сделал. Ваша цель — реагировать из любящего сердца, вместо того, чтобы реагировать от своего гнева и злости. Очень часто мы с вами сконцентрированы на мысли «победить в споре». И вы должны решить для себя, что для вас важнее — ваш друг или выиграть в споре. Молитесь, чтобы Бог вышел вам на помощь. И учитесь соглашаться, когда вы не согласны. Решение для вспыльчивых и с таким взбудораженным характером, темпераментом. Даже иногда без Божьей помощи людям удается научиться сдерживать себя и держать себя в руках. Но эти умения и старания, когда вы сами себя, естественно, пытаетесь сдерживаться, они недостаточно успешны и сильны по сравнению с той сверхъестественной силой, которую Бог может дать через долготерпение, как дар. Формула хороших отношений. Делайте все хорошее, от вас зависящее, все, что вы только можете, и доверяйте Богу, что остальное Он добавит. Что нам надо осознать, что мы несовершенны без Божьего Духа. Мы никогда не достигнем то, чего мы должны достичь, без Духа Святого. В Голоссянам 3, 12-13, Голоссянам 3, 12-13, Голоссянам 3, 12-13 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Мессия простил вас, так и вы. И очень часто мы забываем вот эту концовку 13-го стиха, правда? Прощайте, как и Мессия простил вас. Это также часть молитвы «Отче наш». И если в Ефесянам 4-ю главу с 1-го по 3-й стих вы посмотрите, вы найдете тоже очень похожее место. Вы должны понять здесь, что вот в этих качествах, которые мы перечислили в этих местах Писания, когда они соединятся вместе, и у нас появляется более расширенное видение и понимание, что такое долготерпение. Мы должны быть терпеливы друг к другу, не позволяя вместо того, чтобы ранить друг друга и причинять неудобства друг другу. Долготерпение и вечная жизнь. Такой пункт. Ожидание других — это испытание нашего терпения. И также является возможностью для построения терпения. Писание много уделяет вниманию, говоря нам об ожидании прихода Господа. В большинстве случаев мы хотим, чтобы Господь пришел и решил все наши проблемы. Может, я вам говорил уже этот пример, человек молился о терпении. Бог, дай мне, пожалуйста, терпение и сделай это прямо сейчас. Мы должны ожидать от Господа, что Он придет и разрешит наши вопросы. Мы должны знать, что Бог знает лучшие времена и сроки. Он часто испытывает нас, испытывает наше терпение перед тем, как прийти и дать ответ на молитву. Когда Писание подразумевает вопросы терпения, долготерпения, простирания вперед сквозь сложности. Это всегда взаимосвязано с вопросом нашего доверия к Богу, что Он придет и будет с нами во времена наших нужд. Исайя, 40-я глава. Исайя, 40-я глава. Исайя, 40-я глава. Исайя говорит нам, «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». В некоторых переводах здесь говорится о том, что не просто надеющиеся на Господа, а те, кто терпеливо дожидается. И, естественно, вопрос ожидания относится и к второму приходу Ишуа. И евреям 9-я глава, 28-й стих, говорит нам, «Так и Мессия, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». И в его переводе о том, что для тех, кто страстно желающих, очень ожидающих его прихода. И Матфея 10-я глава, 22-й стих, Ишуа говорит, вторая часть, «Претерпевший же до конца спасется». Матфея 10-22, вторая часть стиха. И в этом местописании, «Претерпевший же до конца» означает, «Означение этого слова, претерпевший до конца, это значит, что человек постоянно пребывал под водительством Духа Святого до конца и постоянно приносил плод его Духа до конца жизни или до пришествия второго». Иакова 5-я глава, 7-й стих говорит нам вот что. «Итак, братья, будьте долго терпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Иакова 5-7. Нам всем необходимо терпение во всех наших ситуациях. Просто давайте помнить об этом. Двигаемся дальше. Попытаемся разобрать с вами пятую дольку, пятую составляющую плода Духа. Как там у нас переводится? Благость. Благость из сердца до помогающего руки. Божья природа, Божья часть характера это быть добрым по отношению ко всему Его творению. И Он хочет помогать нам, как Своим ученикам, культивировать в нас плод вот этой Божьей доброты, Божьей благости. Нам необходимо увидеть из Писания Какие вещи являются истинными, благими. И обратимся к Ефесянам 4-й главе Ефесянам 4-я глава с 31 по 32 стих. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог в Мессии простил вас». И, как я уже заметил, что для нас, как людей, поднять эти стандарты невозможно. Но с Господом абсолютно все для нас есть возможным. Как важна, насколько важна доброта или благость? В 2003 году было проведено исследование в 2003 году, изучая 37 культур, стран по всему исследователю 37 культур из всего мира, опросили 160 тысяч человек. Что вы ожидаете увидеть в человеке, на котором вы готовы жениться или за которого вы хотите выйти замуж? Что самое первое? И оба пола, и мужчины, и женщины, на первом месте ответили, чтобы этот человек был добрым. Люди хотят, чтобы к ним относились по-доброму. Но очень тяжело им самим быть добрыми. Они хотят, чтобы к ним вели себя по-доброму, но самим тяжело вести себя. Другое исследование, изучение. Исследованиями проводилось между школьными хулиганами. И исследование проводилось, чтобы найти причину, почему они себя вели соответственно. И заключение, которое сделали после этого исследования, большинство из них поступало так, потому что это доставляло им радость. Шокирующе, правда? На самом деле, это иллюстрация того, насколько груба, по-садистски настроена человеческая натура, плодь. доброте надо учиться. И это то, что не приходит естественным образом в нашу жизнь. И многих детей не учат быть добрыми. на самом деле, большинство медиасистемы учит наших детей совершенно обратным вещам, жестокости и остальным другим ужасным вещам в телевизионном пространстве. призывают быть отчужденными, холодными по отношению к нуждам других людей, по отношению к чувствам других людей. И некоторые люди считают, что доброта — это слабость. Доброта не должна быть для тех, кто хочет достичь какого-то карьерного роста. Это огромнейшая ошибка. Если мы хотим Бога, который на самом деле имеет контроль над всем, что происходит во Вселенной, если мы хотим такого Бога, чтобы Он был добр к нам, нам, скорее всего, лучше быть добрыми по отношению к другим. И Матфея, 5 глава, 7 стих говорит нам, Матфея 5,7 «Блаженны, милостивы, ибо они помилованы будут». И как человечество у нас много оправданий. Я слишком занятой. А вообще тот человек заслуживает то, что он получил. Наверное, Господь наказывает его. помните друзей Иова? Друзья в кавычках. С друзьями, как такие, вам не нужны враги. С такими друзьями у вас нет нужды во врагах. Они все понимали неправильно. Бог не принимает никаких наших оправданий в том, чтобы мы не показывали доброту, не являли благостью. И недостаток благости, недостаток доброты, это как эпидемия сейчас. Апостол Паул очевидно предползил в холод и тяжелый мир в последние дни. Апостол Павел очень точно описывает мир в последние дни. Во втором Тимофее 3 главе 1 по 5 стихи мы читаем. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы и недрюжелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Как вы думаете, достаточно точно здесь описаны времена, в которых мы сейчас живем? Мне кажется, что очень точно. Павел очень точно описал. Он сказал, вот так это будет выглядеть в последние дни. И все эти вещи имеют место сейчас в нашем мире. но конец пятого стиха он шокирующий. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Каковы мы с вами? проживаем ли мы жизнь, которую можно для других назвать примером? Или мы вовлечены в некоторые из этого списка моменты? у нас есть просто проявление, видимость какой-то веры, верования? Или мы на самом деле наполнены силой Духа Святого, чтобы жить по-другому? Потому что из-за этого всего из-за вот этого всего списка люди в мире, они голодны, они жаждут по доброте, они нуждаются в этом. И что же есть доброта или благость? Доброта начинается с заботы. Иметь сострадание по отношению к другим людям. Если Бог хочет, чтобы мы хорошо заботились о животных, то насколько же больше люди, о которых мы должны заботиться? Притча 12-я глава 12-10 говорит нам Притча 12-10 Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко. Очень часто мы свою любимую кошечку или собачку любим больше, чем своего соседа или друга. И мы должны это переосмыслить. Следующее. мы должны поставить себе цель, чтобы наши привычки, чтобы нашими привычками, нашим поведением. Мы искали возможности проявить эту доброту или благость. Это не означает, что вы вот такие хорошие сидите и ожидаете удобной возможности кому-то сделать добро. Мы должны искать сами эту возможность пойти и кому-то совершить добро. И когда мы видим кого-то, тогда мы должны быстро реагировать, потому что эта возможность совершить добро может пройти мимо вас очень быстро. И греческое слово, описывающее доброту или благость, криестоз. И часть этого слова, оно подразумевает какую духовную, какая духовная благость в это включена. Окей, 1 John, chapter 3, verse 18. Мы сейчас прочитаем 1 John, 1 John, 1 John 3, 18. 1 John, 1 John 3, 18. Мы читаем, «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиной». И действия, направленные на проявление благости к кому-то, очень часто взаимосвязаны с нашей личной жертвой. и касаются нашей жертвенности, особенно жертвенности нашего времени. Простите, все просто... настоящее важность. мы перечислили, что наши действия должны быть взаимосвязаны с нашей жертвенностью. И также жертвенность нашего времени, то есть щедрость нашего времени, когда мы делимся временем, это стоит нам, мы платим цену нашим временем. Но также нам необходимо помнить, это не только то, что мы делаем, но также это относится к словам, которые мы произносим. Добрые слова. И наши поступки, они включают в себя слова. Ободрение, слова утешения, комплименты и даже правильное исправление могут быть, это все может быть проявлением доброты, благости. И есть много мест в притчах, которые показывают нам это. Что говорить, что не говорить, должно исходить от нашей чувствительности к другим. И вы должны помочь людям получить исцеление от их эмоциональных ран. К сожалению, чаще всего мы делаем абсолютное наоборот. Наши мотивы, наш мотив для этого должен быть впечатлить людей. Нашим мотивом не должно быть попытка впечатлить людей. Матфея 6, 1-4. Матфея 6, 1-4. Смотрите, не творите милостыни вашей перед людьми с теми, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получили награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой видящий тайное воздаст тебе явно. Самую большую награду от Господа мы получаем мы получаем тогда, когда наша доброта к другим людям, благость проявлена смиренно, в тишине, когда об этом никто не знает. и благость должна начать проявляться с нашей семьи. по иронии судьбе и трагически, по иронии И по иронии судьбы, к сожалению, в семьях как раз все наоборот, что большинство недоброго поведения проявляется как раз в семьях к тем людям, кого мы должны любить больше всего. Мы должны начать проявлять благость, начиная с тех, кто самый близок к нам. Ишуа подчеркивал, что мы должны быть добры ко всем. Луки 6 глава, с 31 по 32 стих. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники любящих их любят». По 34 стих. «И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность? Ибо и грешники тоже делают. Если взаимы даете тем, которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаимы грешникам, чтобы получить обратно столько же». «И 35 стих нам говорит». «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо Он благ и к неблагодарным, и злым». «Ибо Он благ и неблагодарным, и злым». «Будьте добры к неблагодарным». «Если я и вы будем делать добро ста другим добрым людям, это делает нас добрыми?» «В какой-то степени да, соответственно, нормальным каким-то принципам и стандартам». «Но Божьи стандарты, они выше, и Он ожидает от нас большего». «Если мы можем сделать добрый поступок кому-то, кто не скажет «спасибо», «чаще всего мы тогда реагируем так, больше Он от меня ничего не получит». «Нашей естественной доброты, нашей естественной реакции недостаточно, если мы хотим называться сынами великого всемогущего Бога». «Мы должны задавать себе вопрос, что бы Ишуа сделал». «Я думаю, что некоторые из вас помнят, что какое-то время назад были такие христианские браслетики цветные, на них написаны были буковки, аббревиатура, W, W, J, N, D, означающие «что бы сделал Иисус». «Что бы Он сделал на твоем месте?» «И я считаю, что хорошая идея была с этими браслетиками, хорошая напоминалка себе на руку, что нам необходимо размышлять об этом в абсолютно каждой простой ситуации. Как бы Он отреагировал? Что бы Он сделал?» Потому что если мы будем делать то, что Он бы делал, нас назовут сынами Всевышнего Бога и дочерьми. Некоторых людей никогда не учили благодарить. И они даже не осознают, что у них это грех неблагодарности. И многие сегодня, они, ну, смущены, заранены и напуганы через отвержение, через обиды, унижения. Особенно это касается детского времени, детства. И поэтому они вырастают злыми, депрессивными. Высокий слог. Подозрительными, неуверенными. И многие из нас просто не понимают этого. Пример можно привести с бродячей собакой. Если вы протянете руку, она будет вилять хвостом или цапнет вас. Если его били и обижали, поэтому, когда вы протянете к такой собаке руку, она воспримет ваш жест как желание, что вы ей хотите боль причинить. И, конечно, она в ответ вас просто цапнет. Но если ее воспитывали в доброте и в хороших условиях, вас ждет облобызание. Как мы реагируем на людей? Как мы воспринимаем людей? Мы можем рассказать много о человеке по его реакции на других. Насколько нас сильно ранили. Насколько исцелением мы нуждаемся. И мы можем найти это исцеление в Господе. И вот такие обиженные, раненые люди, они нуждаются в доброте и благости гораздо больше, чем другие люди. Когда вы пытаетесь кому-то проявить добро или благость, а он странно реагирует на вас, помните, что, скорее всего, в этом человеке где-то в глубине есть большая боль и рана. Но если вы будете продолжать являть им добро, со временем вы сможете принести исцеление в их жизнь. Как можно культивировать, развивать эту доброту и благость? Как мы раньше уже читали в Галатам 5 главе с 19 по 21 стих, Павел описывает там действия плоти. И он называет наши естественные поступки и дела плоти перечисляет. И мы несколько раз уже читали этот список, проходили его. Но нам надо понять о том, что в противовес этому всему идет доброта. Вот эти вещи, которые перечислены, все они потребства, ненависть и убийства и все-все остальное. Это все взаимосвязано с эгоцентризмом и сосредоточением на нас самих. Но когда мы говорим о благости, о доброте, это совершенно противоположное. Филиппийцам 2 глава, 3 и 4 стих. Филиппийцам 2, 3 и 4. Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но посмиренно мудрее почитайте одного другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Я продолжаю напоминать вам о том, что это все зависит от того, кто мы, как мы реагируем, как мы ведем себя, как мы относимся. Это плод Духа. Это плод, который мы должны искать, о котором мы должны думать. Если это произойдет, тогда наша человеческая натура будет заменена Божьим характером, Божьей природой. И это может произойти только по средствам, через работу Духа Святого, который живет в нас и работает через нас. Во втором Коринфянам, 6 главе, в 6 стихе говорится. В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. Здесь перечислено то, что мы должны просить Духа Святого, чтобы Он развивал и взращивал в нас. Колоссянам 3, 12 говорит нам. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение». Все эти вещи, они являются также компонентами любви. И 1 Коринфянам, 13 глава, 4 стих говорит. «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует». Какой пример мы можем найти в Писании? А Самуил это у нас… 2 Самуил, 9. «Кринь Дэвид и сын Сау, Месси Босеф». Это 2 Царств, 9 глава, с 1 стиха, там вся глава. Это от Давидия, царя Давидия и Мимфа Вовсея. Давид помнит о словах, об обещании, которое было дано Иоанна Фану. И там есть такие места Писания. «И окажу тебе милость» в 7 стихе написано. «Я окажу тебе милость ради отца твоего Иоанна Фана». «Когда Саул был уже свергнут, когда оказалось, что вот этот Мимфи Вовосфей живой, то Давид решил выполнить благость. И царь Давид послал за ним. И я думаю, что там он был в шоке, когда за ним пришли. Типа, и мой час пришел, сейчас и мне будет конец». А солдаты говорят, «Ты должен пойти с нами, мы ведем тебя к царю». Но когда его привели к Давиду, И в 7 стихе царь Давид ему говорит, «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего, и возвращу тебе все поля Саула отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом до конца своих дней». Вот о чем мы говорим. Вот была явлена благость, милость, доброта. Вторая царствия у нас отрывок, четвертая глава с 8 по 10 стих. «В один день пришел Елисеев Санам, там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеб. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. И сказала она мужу своему, «Вот, я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною, и поставим ему там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда». Она открыла свой дом. И также потом она приняла сына, да, родила, забеременела. И Елисей воскресил его из мертвых. Но здесь мы видим, что важно нам увидеть то, как она была готова его почтить и принимать. И в Деяниях 9 главе мы читаем историю... А как это у нас по-русски? С 36 по 39 стих. Как же у нас звучит? Тавифа. История о Тавифе. И 36 стих, вторая часть, говорит, что она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. И в Луке 10 главе у нас история доброго самаритянина. И в Деяниях 4 главе у нас история Варнавы. «Сына ободрения». Здесь мы возьмем перерыв. Воскрес community. История о Тавифе. Тавифа.